Всем привет! Вас приветствует канал Кора и Халк. И сегодня мы поговорим над такой темой Нужно ли купировать уши и хвост? И если вы все-таки надумали, с чем вы можете столкнуться? В том, кому бы я не рекомендовал купировать уши? Ну, давайте на примере Стаффорда. У вас стаффорширский терьер. Вы занимаетесь его ушами, выставляете правильно хрящики. И у вас отлично получились конверты. Это когда ушки вперед одинаково. Я бы такие уши не купировал. Многие знают, а многие не знают. Купированные уши, в принципе, легко простудить. То есть, вы нарушаете структуру уха, и собака может страдать отитами. То есть, вы должны быть готовы, что вам придется развод капать уши, ваша собака может эти уши студить. Это, в принципе, геморрой, поездки, капли и так далее. Всего этого в разы меньше, если у вашей собаки не купированные уши. Это единственная категория людей, которым бы я не рекомендовал купировать уши. Особенно, если они стоят конвертами, а не розой. Роза, это там в разные стороны, как у Халка было на предыдущих видео, когда он бегал с ушами. Вот у него было розой. И это было очень отвратительно. Именно по этой причине я Халку купировал уши. Что касательно хвостов. Кому бы я рекомендовал купировать? Всем породам, которым это прописано. Объясню, почему. Достаточно посмотреть на хвост Ротвеллера. Не купирован, во взрослом состоянии. И вы сразу поймете, почему Ротвеллеру нужно купировать хвост. Ротвеллер с хвостом, ну, это так, вызывает улыбку. Но хвост там не самый лучший и не самый красивый. Так, теперь в чем вы можете, что вы должны сделать перед тем, как купировать уши. Или что-либо. Первое, вы должны поинтересоваться, в каких клиниках у вас проводят эту операцию. Операцию проводят под общим наркозом. То есть вы должны понимать, что несмотря на то, что наркозы шагнули вперед и минимально бьют по здоровью, но тем не менее удар по здоровью собаки будет. И чем раньше вы это сделаете, тем меньше будет наркоза. И операция будет, кстати, еще и дешевле. Потому что мы делали по максимальной планке именно в связи с тем, что мы идиоты делали это в год. Вход вообще не рекомендуется, потому что это связано с большой кровопотери. У щенков сосуды маленькие. Соответственно, когда отрезают уши, нарушают сосуды, но кровотечение не такое обильное, как у собаки, которые это делают. Потому что там сосуды в разы больше. Вы находите клинику, где это делают. Смею вас заверить, что обзвонив 20 клиник, минимум 10 клиник вам откажут по причине того, что вышел закон о негуманном обращении к животным. И купирование ушей попадает под негуманное обращение к животным. Поэтому многие клиники отказались от таких операций. В дальнейшем вы находите клинику. Советую вам посмотреть работы этого хирурга. Потому что масса примеров отвратительной хирургической работы. Зайдите в интернет и посмотрите, какие вам купированные уши нравятся, какие не нравятся. И желательно приехать к этому хирургу именно с этой фотографией, чтобы он понимал, насколько зарезать. Потому что, когда вас оперирует нормальный хирург, все эти вещи оговариваются. Дальше все. Дело техники. Вы отдаете свою собаку, предварительно купив воротник. Потому что, когда уши заживают, воротник, который медицинский, не дает возможности собаке расчесывать уши. Потому что, когда уши заживают, они очень сильно чешутся. И многие собаки их чешут. Тем самым нарушают швы и периодически приходится повторно их перешивать. Это еще один повод задуматься. Как можно раньше, особенно пока ваша собака щенок. Будете вы купировать уши или нет? Потому что, чем раньше вы это сделаете, тем проще у вас это пройдет. У меня прошло совсем легко. Я даже воротник на свою собаку не одевал. Но готовились мы реально к самому плохому. Что собака будет чесать уши, потому что она уже взрослая. Но, как оказалось, Халк у нас молодец. Халк эти уши, в принципе, сам залечил. Мы даже мазями практически не мазали никакими. Ну, вот, собственно, все, чем вы можете столкнуться при купировании той или иной части собаки. Могу сказать сразу, что есть породы, которым это вообще не рекомендуется. Никогда этого не делали. И я вам советую тоже не проводить эти опыты. По большому счету, это внешний вид. Кому-то этот внешний вид идет, кому-то внешний вид не идет. Но, повторюсь, если у вас уши конвертами, мне вот конверты очень нравятся. Крупные стаффы с конвертами смотрятся очень доброжелательными, няшными собаками. Как только вы ему сделаете уши, купируете, он сразу будет смотреться намного злее. То есть тут дело вкуса. Плюс, и от чего это вообще все пошло. В принципе, все бойцовские породы им всем купировали уши. Почему? Потому что именно это та часть, которую в боях рвут наиболее часто. Вы можете обратить внимание на тех собак, у которых не купированные уши. И которые участвовали в боях. В каком виде у этих собак эти уши. Они все порваны, они все в шрамах. И, соответственно, когда исторически эти все моменты люди проходили, они понимали, что да, нужно купировать уши. Потому что это первое, за что другая собака может цепиться. Собственно, говорят, это во все идет. Почему там все бойцовские собаки, все с купированными ушами. Ну вот так вот. А на самом деле это дело вкуса. Количество денег. Если вы придаете это назначение, делайте. Если не придаете, не делайте. Потому что полным-полно даже питбулей с не купированными ушами. Но у них уши в основном роза и выглядят они, честно говоря, как дворняги. Мне больше нравится питбулей с купированными ушами. Азея вам все рассказал. Кому будет интересно, какие препараты мы применяли. В какой клинике в Харькове мы это все делали. Обращайтесь, я вам напишу, могу дать номер телефона. Потому что, как оказалось, там на город Харькова, при наличии ветвых клиник через каждые 5 метров, было проблематично найти хорошего хирурга, который это может сделать очень хорошо. Почему я утверждаю, что он сделал очень хорошо, когда Халк лежал под общим наркозом. Я зашел его забирать, мне там надо было с ним поставить, пока он выйдет из наркоза. И мне хирург из урна достал Халка уши, приложил друг к другу и показал, что уши отрезаны симметрично. Они действительно были отрезаны симметрично, вплоть до миллиметров. Ну так вот, любите своих собак, пишите комментарии, подписывайтесь, буду рад. Всем пока.